Здравствуйте, дорогие коллеги! Меня зовут Миченко Анна Валентиновна. Я ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра дерматомерологии и косметологии. Имею счастье работать с фотофайндером уже два года, и поэтому сегодня немножко поделюсь своим опытом, продемонстрирую, как он функционирует и какие возможности он дает при введении пациентов с высоким, очень высоким риском развития меланом кожи. Мы поговорим о фотокартировании. Это процедура фиксации клинических изображений кожи человека и дерматоскопических изображений его новообразования. Она проводится обычно по показаниям пациентам, которые имеют факторы риска развития злокачественных наобразований кожи. Меланомы, базолиомы, плоскоклячного рака. Сегодня у нас в гостях Сергей Николаевич, который поможет нам эту процедуру провести. Спасибо огромное. Процедура состоит из пяти этапов. Первый этап включает в себя введение паспортных данных человека, имя, дата рождения и так далее. Вторая часть включает фотокартирование, когда мы получаем снимки всего кожного покрова. Третья часть это разметка всех наобразований, которые мы хотим наблюдать. Четвертая часть это получение дерматоскопических снимков. И пятая часть, собственно, анализ всего того материала, который мы получили. Итак, начнем. Вначале входим в раздел «Данные пациента» и добавляем пациента. Вводим фамилии и отчества. Я их изменю. Указываем рост. Напомните, пожалуйста, 174. Это нужно для того, чтобы фотоаппарат выкатился на нужную высоту. Еще, когда я делаю процедуру, когда я провожу процедуру, я указываю лечащего врача, чтобы потом найти собственных пациентов. И это удобно делать на английском языке. Если вы указываете свою фамилию, вы потом можете со своими снимками работать. И еще я всегда рекомендую зафиксировать контактный телефон пациента, для того, чтобы, если вы будете просматривать на образовании, просмотреть фотографии, у вас будет вопрос к пациенту, вы имели возможность с ним связаться. Сохраняем. Переходим в «Тотал-боди». И мы еще выбираем первичный снимок. Проверяем, что у фотоаппарата открыт объектив. Он выезжает на нужную высоту. Включаем лазерную указку. Выравниваем изображение. Стараемся, чтобы пациент был по центру. И объясняем пациенту, как нужно встать. Вы стоите правильно лицом к нам, на полосочках. Все хорошо. И ладошки назад, тыльной поверхностью вперед. Делаем снимок. Да! 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 Сохраняем. Объясняем второе положение. Теперь мы поворачиваемся в правую, левая, назад, вперед. Правая, назад. И правую руку вперед. Отлично. Сохраняем. Сохраняем. Теперь теплиной камне на полосочке. И ладошки назад. Отлично. Да! 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 Сохраняем. Очень хорошо. Да! Сохраняем. Да! 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 Сохраняем. Теперь левую руку на полосочке. Руку на руку и на голову. Сохраняем. И теперь ровно так же только спиной. Хорошо. Руки можно опустить. И теперь стопы. Вот как в рейте. Сначала правую на кончике пальцев. Ну, чтобы пальчики были видны. Прямо на кончике. Вы можете за стеночку придерживаться. Угу. Хорошо. И левую. Сохраняем. Отлично. Если у нас имеются какие-то зоны, скрывшиеся от нашего глаза во время процедуры фотокартирования, мы можем воспользоваться дополнительными позами. Для этого мы кликаем на это положение и выбираем нужную высоту. Да? Это может быть зона где-то под бельем. Это может быть зона где-то в области волосистой части головы. И делаем снимок при необходимости. Итак. Первый этап пройден. Теперь мы предлагаем пациенту обуться, чтобы было комфортно. И приступаем к разметке. Для примера я открою изображение спины и покажу, как мы наносим разметку. Выбираем функцию маркер и размечаем тенообразование, которое вы в дальнейшем планируете зафиксировать дерматоскопическим. Как видите, их здесь довольно много. В рамках демонстрации мы разметим самые выдающиеся, самые интересные, самые крупные. Но надежный мониторинг возможен, конечно, только тогда, когда вы фиксируете максимальное количество изображений. После этого мы жмем кнопку назад и идем в раздел дерматоскопии, где выбираем функцию микро. Тут мы уже приглашаем пациента поближе, достаем спиртовые салфеточки и фиксируем выбранное образование. Спиртовой салфеткой протеряем контактную плату обязательно и фиксируем выбранное изображение. Красным аппарат выделяет тот элемент, который нужно сейчас сфотографировать. Соответственно, в процессе фотографирования мы сразу уже визуально оцениваем наличие подозрительных признаков. В процессе фотокарты нужно контролировать увеличение, на котором вы производите фиксацию. Если вы планируете анализировать дерматоскопические изображения автоматически с помощью встроенных программ, то фиксировать дерматоскопические снимки нужно на двадцатикратном увеличении. И таким образом фиксируем все изображения. Что особенно удобно, каждая из этих фотографий фиксируется к маркеру, который мы поставили своими руками. И при следующем визите вы будете видеть этот снимок и вы не запутаетесь. И если вы хотите взглянуть поближе на дерматоскопию, вы можете кликнуть на этот маркер и увидите, какие изображения прикреплены к этому маркеру. Если их несколько, они все выстраиваются в ряд и вы их можете подслеживать динамику и сравнивать. Если вы, соответственно, хотите перейти к этому изображению, можете кликнуть на него и посмотреть его в крупном размере. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы могли с удобством контролировать динамику этих меланцитарных на образование. Обычно мы приглашаем через три месяца, чтобы не пропустить быстро растущие злокачественные опухоли. И если мы повторяем все действия ровно в той же последовательности. Проводим сначала фотокартирование всего кожного покрова. И при этом повторном фотокартировании мы сравниваем клинические снимки. Для этого существует очень удобная функция сравнения снимков и бодискан. Это автоматическое распознавание на образование кожи, которые маркируются различным образом. Стабильные образования выделяются белым цветом, меняющиеся желтым, новые красным. Почему мы используем эту процедуру у данного пациента? Вы можете видеть на снимках места удаленных меланом. Две меланомы в анамнезе уже имеются. После этого пациент попал в поле нашего зрения. И самые подозрительные очаги здесь также были удалены. Которые по гистологическому исследованию оказались диспластическими неусами или сложными неусами. Для чего мы проводим это фотокартирование? Для того, чтобы рано выявлять подозрительные изменения. Подозрительным изменением, которые мы можем выявить с помощью PhotoFinder, является асимметричное изменение структуры. Это основной ориентир. Нужно сказать, что при наблюдении в динамике многие образования меняются, но не все изменения являются подозрительными. И наблюдение именно в динамике, сравнение драматископических изображений здесь можно делать очень-очень легко и удобно. Для этого переходим в раздел ганотоскопии. Выбираем интересное нам образование. И включаем функцию, в данном случае аналайзер Pro. Включаем автоматический анализ. Что мы здесь можем оценить? Что мы здесь можем оценить? Во-первых, контролируем насколько хорошо аппарат определяет границы образования. Если они, как на ваш взгляд, не очень точно определены, можно использовать ручную коррекцию. И либо регулируя чувствительность, корректировать границы. Вот мы повысили чувствительность и границы стали более точными. Либо это можно сделать вручную, используя функцию морфологический. И колесиком регулировать размер этого пятна, которым мы будем проводить коррекцию. И нажав на левую кнопку мышки, мы можем или снаружи сдвигать, смещать границу внутрь, или наоборот, изнутри сдвигать границу наружу. Возвращаемся, соглашаемся, сохраняем эти изменения и можем проконсультироваться с искусственным интеллектом, получить второе мнение, получить заключительную оценку о том, является ли образование подавительным. Искусственный интеллект отвечает, что образование спокойное, что собственно совпадает с нашим мнением. Это банальный внутридермальный нилус, я думаю, что вы легко его распознаете. Что здесь можно сделать еще? Вы можете воспользоваться таким справочником, чтобы провести быстрый анализ по правилу трех признаков. Если асимметрии здесь нет, асимметрии атипичны, многоестроения нет, бело-голубых структур тоже, в общем-то, нет. Соответственно, образование непоназрительное. Либо по правилу синие признаков, атипичны. Свети нет, серо-голубых структур нет, атипичных сосудов нет, они здесь вполне однотипные. Радиальной лучистости нет, атипичных клякс, нерегулярной пигментации нет, атипичных точек губов нет, участков регрессии нет. И правила ABCD. Клиническая асимметрия тоже нет, неровности границ. Границ прекрасные, распределение цепок равномерное. Громатоскопических структур здесь практически нет. Здесь беструктурная гоногенная зона. Поэтому по всем критериям образование неподозрительное. Какие здесь еще есть функции? Здесь есть удобный раздел «Библиотека», который вы можете открыть и сравнить с другими мерцами, которые имеются в базе данных аппарата. Эту базу на образование вы можете также вручную пополнять. Сюда добавляются гистологические верифицированные образования, и вы можете сравнивать с имеющимися образованием. Далее. Далее мы хотим предоставить пациенту отчет. Для этого выбираем функцию «Отчет», «Детальный обзор». Можете выбирать разные форматы отчета, которые вам нужны. Чаще всего это дермоскопы. Переносите клинические снимки в левую часть. Прикрепленные к ним дерматоскопические снимки автоматически переносятся в правую часть и выбираем «Начать печать». Система формирует PDF-документ, который вы можете или сразу отправить на печать, или вывести в просмотр, предварительно посмотреть. И вот так выглядит документ. Фамилия и мочи пациента, дата рождения, порядковый номер. Слева клинические снимки с маркером, который указывает на образование. Справа дерматоскопические снимки. Если вы наблюдаете пациента в динамике, то слева сначала будет маркер, а справа все относящиеся к нему дерматоскопические изображения, что тоже очень удобно. И этот файл можно записать пациенту в электронном виде или распечатать и вручить, сопроводив комментариями, когда он должен появиться в очередной раз. И если это необходимо, то какие образования ему следует удалить и у кого. То есть, если есть подозрения на меланому кожи, мы обязаны направлять к онкологу. Об этом нужно помнить. И когда мы находимся в разделе «Аналайзер ПРО», вы видите в самой правой части окна автоматические расчеты, касающиеся анализа этого образования. Что очень нас всегда интересует – площадь. Очень полезная функция, когда мы хотим подтвердить рост образования. Но есть одна ремарка – снимки в динамике нужно проводить ровно в одном и том же положении. Потому что, если вы фиксируете спину, например, у пациента стоя и сидя, это будет разная площадь образования. Вы получите динамику. Это надо учитывать. Соответственно, оценивается площадь, периметр, диаметр, наличие асимметрии, наличие неровностей, количество цветов. Видите, система считается за вас. Белоголубая валь не присутствует – наш любимый признак. Все автоматически. И структура. И это те параметры, на которые мы ориентируемся, когда сравним изображения в динамике. Если мы хотим сравнить в динамике дерматоскопические снимки, нам нужно выбрать интересующее нас изображение, выйти в сравнение снимков, и мы увидим снимки, которые относятся к одному и тому же маркеру, проставленному нами вручную. Внизу есть бегунок, который может перелистывать изображение, относящееся к этому маркеру. В данном случае у нас несколько разных новообразований, но для демонстрации мы их сравним. например, первый снимок и самый последний снимок. выбираем аналайзер про. Проводим ручную коррекцию при необходимости. и можем видеть сравнение площади очагов, периметра, диаметра соотношения сторон. И очень удобная функция здесь сверху – это наложение образования. Когда мы можем сопоставить новообразование и посмотреть, как оно менялось. в данном случае два разных очага, но если у вас одно и то же образование, в котором есть минимальные изменения в отдельном его секторе, вот именно эта функция позволяет их очень хорошо уловить. Что здесь есть еще? Если вы нажмете на вот эти две стрелочки, вы можете спрятать фон окружающую кожу. Для каких-то целей это может быть удобно, но окружающую кожу я вам рекомендую тоже анализировать. Она может нести признаки, например, выраженного фотоповреждения, что служит для вас дополнительным сигналом о том, что пациент нуждается в наблюдении. Но иногда этот фон можно выключить, чтобы сконцентрироваться именно на образовании. Раздел «Структура» делит образование на зоны по цветовой градации. Мы видим самый темный цвет, коричневый цвет светлее и совсем светло-коричневый цвет. Это те как раз три категории, которые система распознает и в результате анализа нам сообщают о том, что образование имеет три цвета. И мы можем дополнительно отдельно оценить границы, либо посмотреть оригинальное изображение. Если при повторном визите пациента вы сделали снимок в каком-то новом для него положении и угол на образовании не совпадает, вы можете нажать карибровку на образовании, и система постарается распознать и максимально оптимально сопоставить два этих образования, чтобы вам было легче сравнивать их визуально. Кроме того, здесь вы видите такую функцию как второе мнение. Если у вас подключена эта возможность, вы можете одним кликом запросить второе мнение у специалиста, войти в систему, отправить запрос и получить его. Когда он будет готов, вы увидите здесь открыть второе мнение. Несколько слов еще скажу о том, насколько удобно пациенту проводить процедуру вместе с вами, потому что при повторном визите он увидит так же как и вы предыдущий снимок, текущий снимок, и ему так же как и вам будет понятно, стабильная ситуация или что-то меняется. Это дает пациентам чувство контроля, естественным врачам. Что хочется добавить. Если у тех пациентов, у которых уже есть меланом в анамазе риск, повторных первичных меланом составляет 8 процентов. Это достаточно высокая цифра. И поэтому у нашего пациента интервал между этими двумя опухолями составил 6 лет, 8 лет. Если бы эта процедура фотокартир не проводилась, то процесс был бы обнаружен еще раньше, еще на более ранней стадии, чем мы имеем. Вы видели, как легко проводится процедура. Вы видите, как удобно сопоставлять изображения и видеть даже малейшие изменения. И эта процедура, благодаря такой функции, позволяет меньше подозрительных образований у пациентов с высоким риском, с множественными диспластическими нивусами удалять. И более гуманно вести этих пациентов, улучшать их прогноз для жизни благодаря раннему выявлению. Те меланомы, которые обнаруживаются в ходе такого мониторинга, они, конечно же, гораздо тоньше, гораздо прогностически более благоприятные, чем те меланомы, которые выявляются случайно при осмотре самим пациентом, его друзьями, коллегами, родственниками. И целесообразность этой процедуры показана в ряде исследований. Достаточно крупных, достаточно масштабных. Поэтому, если вы встречаетесь с пациентами, которые имеют факторы высокого риска развития меланомы кожи, особенно имеющие множественное новообразование, пигментное на коже, информируйте их о том, что существует такая процедура, которая позволяет достаточно надежно контролировать состояние меланцитарных образований. Играет музыка Играет музыка Играет музыка